здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим устройство принцип действия настройку техническое обслуживание технические характеристики рассевов рассевы используются в мукомольном производстве причем настройка рассевов а также их комплектность по сетам зависит от того после какой драной или размольной системы установлен рассев в этом видео мы рассмотрим подробно кроме того что я перечислил выше технологические схемы рассевов вы можете если вам не интересны какие-то части видео переходить по ссылкам в описании на тайм-коды тех частей которые вам более интересны рассевы назначение и место в машинно-аппаратурной схеме в результате поэтапного измельчения зерна образуется смесь частиц различных по размерам форме и плотности сортирование промежуточных продуктов размола зерна по размерам производят в рассевах рассева относят к основному оборудованию размольного отделения мукомольного завода так как они выполняют одну из важнейших технологических операций эффективность сортирования в рассевах на всех промежуточных стадиях производства муки влияет не только на степень использования зерна но определяет нагрузку и эффективность последующего оборудования в шести приемные рассевы r3 brb поступают продукты измельченные в вальцовых станках и после сетового сепарирования пофракционно направляются в вальцовые станки последующих систем на повторное сортирование в рассевы на обогащение в сетовичные машины или для обработки на вспомогательном оборудовании размольного отделения рассевы четырех приемные r3 brb предназначены для контроля муки процесс сортирования в рассевах сепарирование разнородных по размерам компонентов осуществляется на основных рабочих органах рассева плоских сетах из различных материалов с отверстиями соответствующих размеров и форм каждая сита делит исходный продукт на две фракции сходовую более крупную и проходовую мелкую при круговом поступательном движении рассева процесс сетового сепарирования состоит из двух одновременно протекающих стадий самосортирование расслоение и просеивание при самосортировании тяжелые мелкие частицы осаждаются в нижние слои а крупные и легкие концентрируются в верхних чем быстрее мелкие проходовые частицы опустятся вниз и войдут в контакт с ситом тем эффективнее осуществляется процесс просеивания то есть прохождение через отверстие сита сравнительная значимость процессов самосортирования и просеивания определяется в основном соотношением сходовой и проходовой фракции при наличии относительно малого количества проходовой фракции например в рассевах первых драных систем эффективность ее выделения существенно зависит от самосортирования на контроле муки где практически весь сортируемый продукт состоит из проходовой фракции эффективность определяется условиями просеивания эффективность процесса сортирования зависит от большого числа факторов физико-механических свойств частиц смеси температуры и влажности исходного продукта соотношение компонентов различной крупности удельной нагрузки на сито толщина слоя материалы и качества изготовления сита размеров и формы его отверстий конструкции рассева условий транспортирования смеси кинематических параметров способа очистки сит аспирации и другие на эффективность просеивания также оказывают влияние условия эксплуатации и обслуживания рассева технологическую эффективность сортирования в рассевах оценивают нагрузкой коэффициентом недосева и коэффициентом извлечения нагрузка или производительность это масса исходной смеси поступающей в машину в единицу времени производительность а рассева зависит от его места в технологической схеме так например производительность одной секции рассева 1 драной системы составляет от 75 до 84 тонн в сутки 1 размольной системы от 38 до 52 а для контроля муки от 64 до 114 тонн в сутки для расчета оборудования и общей характеристики процесса просеивания применяют нормативный показатель удельной нагрузки который определяют отношением суточные производительности мукомольного завода к общей просеивающей поверхности для рассевов входящий в состав комплектного оборудования эта нагрузка составляет 1,3 тонны на метр в квадрате сутки коэффициент недосева это n в процентах характеризует относительное содержание проходовых частиц оставшихся в сходовой фракции формула представлена на слайде коэффициенты недосева на различных системах регламентируют правилами повышенные недосевы увеличивают нагрузки на системы снижают эффективность работы последующих машин например недосев мелких фракций в крупках и дунстах затрудняет установку оптимального воздушного режима в сетовеечных машинах а недосев муки в продуктах направляемых на размол приводит к перегрузке вальцового станка и снижению качества муки коэффициент извлечения это и характеризуется отношением количества фактически извлеченных проходовых частиц p и к его количеству в исходной смеси p нулевое формула для расчетов представлена на слайде рассевы выпускаются в двух модификациях шестиприемный r3 brb для разделения продуктов измельчения зерна и четырехприемный r3 brv для контроля муки конструкция основных элементов рассевов не имеет принципиальных различий рассмотрим конструкцию и принцип действия шестиприемного рассева r3 brb он представляет собой сборную конструкцию шкафного типа и состоит из следующих основных узлов корпуса приемных и выпускных устройств балансирного механизма с приводом корпус 10 шестиприемного рассева конструктивно объединяет все его узлы он представляет собой стальную несущую конструкцию в которой смонтированы два каркаса с тремя секциями в каждом между каркасами в центральной секции 13 корпуса установлен балансирный механизм корпус состоит из основания 12 крышки 15 и вертикальных стенок центральная секция корпуса закрыта панелью в которой имеется съемная крышка 14 для доступа к балансирному механизму панель крепится к основанию крышки и стенкам корпуса болтами основные элементы корпуса соединенными между собой с помощью кронштейнов и скреплены болтовыми соединениями все угловые соединения закрыты кожухами пыленепроницаемость соединений корпуса обеспечивается установкой войлочных прокладок и уплотнительной замазкой к внешним стенкам крепятся кронштейны для зажима 4 пакетов гибких подвесок 7 по 8 прутьев из морского камыша или стекловолокна корпус рассева подвешивают к потолочной раме 4 каркас рассева представляет собой неразборную деревянную конструкцию с левым и правым исполнением каждый каркас состоит из четырех вертикальных стенок образующих остов трех секций с обеих торцевых сторон стенок закреплены кронштейны для дверей в каждой секции к вертикальным брусьем с одинаковым шагом прикреплены шурупами направляющие уголки для сетовых рамок с поддонами в зависимости от сочетания форма исполнения каркасов лючков и заглушек в днище корпуса и приемных коробов верхней части каждой секции корпус шести приемного рассева имеет 12 модификаций двери закрывают каждую секцию рассева с обеих сторон и выполняют важную технологическую функцию распределения фракций по ситам в соответствии со схемой их обработки каждая дверь состоит из корпуса 2 панели 7 перепускных каналов 4 шарнирного кронштейна 10 и бугеля 9 двери имеют различную высоту причем укороченные по вертикали установлены со стороны приема где стоят двух или трех приемные питающие короба 5 а с противоположной стороны секции высота корпуса соответствует высоте двери каждая дверь шарнирно подвешена каркасу рассева и запирается винтовыми замками корпус двери скреплен с панелью болтами и бугелями бугели выполняют не только крепежные функции а в них устанавливаются ключи ручки для открывания и закрывания двери верхний и нижний частях панели имеются два штыря для установки двери в шарниры а внутренние поверхности дверей и панели облицованы металлическим листом для обеспечения плотного прилегания каркасу нижний торец двери оклеен кожей а все поверхности прилегающие к сетовым рамкам войлоком внутри корпуса двери установлены сменные лотки и заглушки с помощью которых в дверях образуются перепускные каналы для передачи сходовых фракций с одних сид на другие по технологической схеме и вывода их из рассева в соответствии с этим в корпусе дверей установлены различные типы съемных элементов скобообразные или дугообразные лотки и горизонтальные или наклонные перекрытия заглушки лотки имеют различную форму и размеры они выполнены из алюминиевого листа на торцах которого установлена в профиль из-за того же материала в паз образованный между лотком и профилем вставлен уплотняющий материал заглушки имеют деревянную основу которые прикреплен алюминиевый лист а с торцов уплотняющий материал сочетание панелей корпусов лотков и заглушек дают различные варианты исполнения дверей которые соответствуют технологическим схемам и место установки двери со стороны приема или с противоположной стороны в каждой секции рассева установлены 22 сетовые рамки с поддонами рамка представляет собой деревянный каркас разделенный на три части размеры всех рамок одинаковы для повышения износа стойкости внутренняя поверхность каркаса каждой секции рамки покрыта металлической лентой сверху к деревянному каркасу рамки металлическими скобами прикреплено сито 2 окаймленная по периметру тесьмой в рассевах для сепарирования всех продуктов кроме муки применяют металлотканые сито а для высеивания муки синтетические сита устанавливают в соответствии с технологической схемой кроме ситовых рамок применяют рамку закрытую металлическим листом непроходимую а в нижней части рамок скобками крепится поддон из металлотканной сетки с фиксированными отверстиями размером 10 на 10 миллиметров для плотного прилегания рамки к направляющим шкафа на нижних продольных планках установлено уплотнение из плюща для очистки сит в каждую из трех секций рамки помещен инерционный очиститель 3 он выполнен из прямоугольной текстильной пластины с металлической кнопкой в центре каждый очиститель движется по сетчатому поддону кнопкой вниз и очищает сито махаровыми краями по мере изнашивания площадь пластины постепенно уменьшается очиститель округляется вокруг кнопки и подлежит замене на верхнюю часть каждой рамки устанавливают поддон для вышележащей рамки поддоны предназначены для сбора и транспортирования проходов сит на другие рамки в соответствии с технологической схемой поддон представляет собой металлическую конструкцию с пластмассовыми ограничителями в верхней части ограничителей прикреплены уплотнения из плюша для плотного прилегания поддона к направляющим шкафа все поддоны имеют одинаковые размеры но в зависимости от места в схеме рассевые различаются по конструктивному исполнению обеспечивая выход фракции на одну или две стороны на каждом поддоне установлен пластмассовый инерционный побудитель для ускорения вывода проходового продукта по направляющим уголкам ситовая рамка вставляется внутрь шкафа вместе с установленным на ней поддоном вертикальные брусья каркаса рассева вместе с рамками и поддонами образуют в секциях шкафа вертикальные каналы для проходовых фракций в зависимости от технологической схемы рассева эти каналы перекрыты по высоте съемными перекрышами приемные устройства предназначены для подачи в рассев продуктов разбола зерна приемники каждой секции монтируют на неподвижной металлической приемной доске подвешенный к потолочной раме на приемной доске установлены между двумя фланцами скрепленными стержнями прозрачные стаканы для визуального контроля продукта стакан сверху и снизу прикрепляют к фланцам при помощи хомутов через войлочные прокладки с нижней стороны приемной доски смонтирован стакан с конической воронкой внутри на бортик стакана надевается матерчатый рукав соединяющие приемное устройство с приемным патрубком корпуса рассева через коническую воронку продукт подается на дисковый распределитель с круговыми отверстиями который установлен в каждой секции рассева выпускные устройства представляют собой напольные поддоны с патрубками закрепленными на них болтовыми соединениями на каждый патрубок надет матерчатый рукав соединяющий его со шкафом рассева для отбора контрольных образцов фракций на патрубках установлены съемные резиновые крышки количество выпускных патрубков соответствует технологической схеме рассева привод рассева состоит из электродвигателя 9 клино-ременной передачи 6 и балансирного механизма вал 3 привода рассева вращается в двух рядном роликовым самоустанавливающимся подшипники 4 для контроля уровня масла в корпусе подшипника установлен прозрачный уровни мер 2 2 заглушки 5 позволяют заливать и сливать масло привод смонтирован на раме 14 потолочного крепления установленный на междуэтажном перекрытии вращательное движение передается от вала веретена 3 привода к валу 11 ротора балансирного механизма посредством жесткой эксцентриковой муфты 12 расстояние между осями валов эксцентриситет определяет радиус траектории колебаний рассева учитывая что привод рассевая веретенного типа и эксцентриситет фиксируется жесткой муфтой 12 радиус траектории круговых колебаний рассева не регулируется при работе рассева под нагрузкой радиус снижается примерно на 3 3 с половиной миллиметра балансирный механизм сообщает рассеву круговое поступательное движение в горизонтальной плоскости он установлено в центральной секции рассева и вращается в сферических подшипниках скольжения 1 и 17 корпусы подшипников закреплены болтовыми соединениями соответственно в крышке и основании рассева момент вращения от вала 10 передается ротору 12 через поводки 6 и 9 захват 8 и пружину 20 верхний подшипниковый узел состоит из литого чугунного корпуса 5 закрытого крышками сверху и снизу нижняя крышка является масляной ванной сферического подшипника 1 с бронзовым вкладышем в котором проточена спиральная канавка для смазки масло в подшипник заливают через отверстие уровне мера 4 верхней части подшипникового узла установлен масло отражатель 2 для предотвращения вращения сферического подшипника в корпусе он зафиксирован шпонкой устройство нижнего подшипника 17 аналогично верхнему отличие только в конструкции оси 18 и нижней крышки 15 в которую вмонтирована трубка 16 предназначенная для выравнивания давления уровни мер 14 установлен в оси 18 подшипника 17 и вращается вместе с ней ротор 12 представляет собой чугунную отливку с вертикальными стенками и ребрами образующими три сектора сектора разделены на горизонтальные секции в середине секции залит свинец постоянный груз дебаланс а верхних и нижних секциях на шпильках 11 установлены съемные пластины 19 которые предназначены для балансировки рассева они закреплены шайбами и гайками технологические схемы рассевов в рассевах установленных на типовом мукомольном заводе использована 21 технологическая схема по структуре эти схемы можно условно разделить на три типа причем 19 схем 1 и 2 типа применяются в основном технологическом процессе производства муки в рассевах r3 brb а две схемы третьего типа для контроля муки в рассевах r3 brv на слайде в качестве примера приведены технологические схемы трех типов первого для сортирования продуктов полученных после вальцовых станков первой драной системы второго после станков первой размольной системы и третьего для контроля муки технологических схем первого типа 6 они включают 4 группы сид и предназначены для получения 3-4 сходовых и 1-2 проходовых фракций первая группа в этих схемах включает 6 сид а три из них являются как правило приемными схемы такого типа применяют для сортирования продуктов на 1 2 3 4 драных и 4 размольных системах технологических схем 2 типа 13 они включают три группы сид с которых получают две сходовые и две проходовые фракции большинство схемы большинство схем этого типа имеет по два приемных сита они применяются в рассевых четвертой драной системы мелкой всех сортировочных шлифовочных и размольных кроме четвертой размольной систем технологических схем 3 типа 2 они содержат две группы сид и предназначены для получения двух проходовых и одной сходовой фракции в этих схемах по три приемных сита такие схемы применяют в рассевых для контроля муки структура технологических схем строго соответствует той операции которую выполняет данный рассев рассевы поставляемые комплектно для новых мукомольных заводов имеют различные сочетания технологических схем формы исполнения в каждой секции мукомольного завода производительностью 500 тонн в сутки установлено по шесть рассевов r3 brb и по одному рассеву r3 brv различия в формах исполнения рассевов по секциям завода обусловленные специфическими особенностями переработки зерна с различной стекловидностью эксплуатация а рассевов при настройке а рассева на холостом ходу проверяют направление и скорость вращения рассевов если смотреть на рассев сверху направление движения его должно быть против часовой стрелки а частота вращения на холостом ходу 220 плюс минус 5 оборотов в минуту направление вращения рассева обусловлено условиями транспортирования продуктов по ситам и смазки подшипниковых узлов радиус круговых колебаний который должен соответствовать 41 плюс минус пол миллиметра балансирный механизм и другие подвижные части рассева должны работать плавно без рывков резкого шума и стука биение и нарастающей вибрации заедание и повышенного трения крепление подвесок и дверей температура нагрева подшипников которая в установившемся режиме не должна превышать 60 градусов градусов цельсия наличие и качество смазки при обнаружении неисправностей или появлении несвойственного шума стука вибрации следует немедленно остановить рассев выявить и устранить причину нарушения нормальной его работы температуру нагрева подшипников проверяют через каждые два часа работы рассева термометром сопротивления или термопарой для того чтобы измерить чистоту колебаний рассева необходимо сосчитать число ударов корпуса о какой-либо предмет находящийся в руке за одну минуту для определения траектории движения рассева выбирают два участка на плоскостях основания и крышки траектория от балансированного рассева на днище и крышки должна быть одинаковой с радиусом 41 плюс минус пол миллиметра радиус измеряется и проверяется с учетом того что нагруженный рассев колеблется по меньшему радиусу для получения графического изображения траектории движения на выбранные свободные участки днища и крышки прикрепляют листы бумаги затем касаются вертикально установленным карандашом каждого листа карандаш оставляет на бумаге след траекторию движения рассева близкую к окружности время соприкосновения карандаша с бумагой должно соответствовать трем пяти оборотам рассева для определения радиуса траектории рассева три раза измеряют диаметр окружности и среднее значение делят пополам производственная балансировка рассева проводится в следующих случаях если в период разгона приводной вал вращается с биением а в установившемся режиме работает устойчиво причиной биения является неправильная установка конуса поводка ротора для устранения биения необходимо передвинуть поводок 6 с конусом по пазу изменив расстояние h до оси вращения если приводной вал в период разгона и на полном ходу вращается спокойно но нижняя часть его описывает окружность то есть имеет радиальное биение причина такого явления неправильное расположение съемных пластин 19 в роторе 12 несимметричность перегруз или недогруз для балансировки ротора с помощью съемных грузов приводной вал 10 покрывают мелом в рабочем режиме частота вращения 220 плюс минус 5 оборотов в минуту касаются вала заостренной неподвижно установленной деревянной планкой если ротор а вместе с рассевом от балансирован правильно то заостренная планка оставит на приводном валу окружность при наличии радиального биения получаются риски соответствующие точкам максимального отклонения приводного вала если на крышке рассева траектория движения представляет собой уменьшенную окружность или овал а днище большой круг или овал то следует переложить часть грузов ротора сверху вниз в противном случае балансировка производится в обратном порядке необходимо строго выдерживать заданный диаметр круговой траектории рассева его уменьшение приводит к снижению производительности рассева и уменьшает севкость после обкатки на холостом ходу рассев останавливают проверяют затяжку резьбовых соединений горизонтальность подвески рассева в процессе работы рассева под нагрузкой проверяют следующие показатели температуру нагрева подшипников не более 60 градусов цельсия частоту вращения ротора 220 плюс минус 5 оборотов в минуту радиус круговых колебаний 37 с половиной плюс минус один миллиметр наличие масла в механизме привода и подшипниковых узлах запыленность в рабочей зоне не должна превышать 2 миллиграмм на кубометр после работы рассева под нагрузкой проверяют затяжку резьбовых соединений горизонтальность подвески плотность прилегания дверей к сетовым рамкам и поддонам во время эксплуатации рассева под нагрузкой особое внимание следует обращать на равномерность загрузки всех секций герметичность кузова не допускать ослабление резьбовых соединений и пыление продуктов подсоры одной конечной фракции в другую состояние всех подвижных узлов и деталей сетовой поверхности забиваемость целостность подвесок очистителей двери каждой секции открывают после откручивания гаек на 6 оборотов специальным ключом рукояткой после того как все гайки ослаблены этим же ключом открывают дверь установив его на головке бугелей перед закрытием дверей необходимо устранить мягкой щеткой прилипшую к войлоку муку очистить рамы сит и продвинуть немного внутрь лежащий на ситок слой продукта очистить направляющие от продукта после этого поворачивая дверь вводят ее между скобами которые смонтированы на корпусе и являются направляющими затем дверь закрывается до отказа плотно закрытую дверь прижимают корпусу с помощью ключа рукоятки закручивают гайки при этом костыль входит своей головкой в прорезь скобы гайками и костылями дверь плотно и равномерно притягивают к каркасу отличительными особенностями рассматриваемых рассевов является шкафная конструкция которая позволяет значительно снизить трудоемкость сборки и разборки ситового пакета секции рассевов расположены в один ряд и с обоих сторон имеют двери гибкие подвески предотвращают раскачивание рассевов при резонансе и в период его пуска и остановки простые недорогие очистители обеспечивают высокий эффект очистки отверстий сит не вызывают износа и повреждения ситовой ткани высокая четкость сортирования обеспечивается ситами с фиксированными размерами отверстий в широких и сравнительно коротких ситовых рамках осуществляется безогонковое транспортирование продуктов размола за счет естественного подпора что не нарушает процесса самосортирования использование различных уплотнителей обеспечивает герметичность рассева соответственно отсутствуют пыление и подсоры наличие веретенного привода дает высокую точность заданной траектории однако исключает возможность для регулирования кинематических параметров многообразие технологических схем и форм исполнения рассевов позволяет учитывать специфические особенности качества сортируемого продукта техническая характеристика рассевов представлена в таблице на слайде спасибо вам за внимание что досмотрели это объемное и насыщенное видео до конца оно было посвящено рассевом мукомольного производства их устройству настройки техническим характеристикам также в видео представлены технологические схемы рассевов то есть схема установки сид и их порядок установки подписывайтесь на мой канал здесь выпускаю видео о технологическом оборудовании пищевых производств а также обзоры книг которые я прочитал желаю вам всяческих успехов и до новых встреч